Отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения областной больницы номер 3 пополняется новым оборудованием. Приспособление, необходимое для эффективной медицинской помощи, современные тренажеры, мультимедиа и другое для реабилитации. Она может начинаться в первые сутки после инсульта, в зависимости от состояния больного. Современные устройства помогают добиться хороших результатов. Это просто нам облегчает нашу работу. Если у нас контрактура стягивает руки и ноги у пациента, с помощью этого тренажера нам очень легко его растягивать. Раньше это все приходилось делать вручную. Причин, которые могут вызвать инсульт, много. Это неконтролируемая артериальная гипертония, неправильное питание, сахарный диабет, вредные привычки и другое. Новый фактор, с которым столкнулись врачи – коронавирусная инфекция. Кроме легочных осложнений, она действует на весь организм. К сожалению, за эти два года мы видим, что она дает много осложнений сосудистого характера. На фоне этого заболевания, как в острый период, так и в последующий постковидный, образуются тромбы в организме, которые тоже могут вызвать инсульт, инфаркт. Лозунг отделения – время мозг. Чем раньше пациент с признаками инсульта, асимметрия лица, нарушение речи, двигательные проблемы обратится в больницу, тем больше шансов будет ему помочь. В период до 4,5 часов мы успеваем провести пациенту обследование, которое исключит противопоказания тромбоэлитической терапии. При ишемическом инсульте в этот период мы можем растворить тромбы, а это значит освободить сосуд и восстановить кровообращение в той зоне, которая пострадала. В последнее время отмечается тенденция – пациентов с инсультом поступает меньше, но больше стало тяжелых случаев с летальным исходом. Если раньше средний возраст больных был от 60 лет и старше, то сейчас после 40 и даже младше. Поэтому профилактике стоит уделять большое внимание. Это контроль артериального давления, правильное питание и здоровый образ жизни. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.